Для меня всегда приоритет это борьба за столом. Мне интересны такие спортсмены, как... Кто такой Андрей Смаев? Давайте начнем с этого. С Додикяном? Я думаю, надо подготовиться просто... Блин, ребят, если ты эти дрыганья поделаешь, ты сам поймешь, что они помогают. Кстати, мне много задавали вопросов, ты заборешь Акимба? Не, ребят, я не заборю Акимба. Всем привет, дорогие друзья и любители армрестлинга. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня в этот солнечный день я иду снимать интервью с Дмитрием Силаевым. Огромное вам спасибо, что вы помогли мне с подбором вопросов. Также не забывайте подписываться на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну что, друзья, поехали. Привет, Дима. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Спасибо большое, что ты согласился взять интервью. Первый вопрос у нас о дяде Ване. Здорово, дядя Ваня. Здорово. Дима, как ты прошел в этот спорт? Я с самого детства, где-то лет, наверное, 13 я на плавание ходил. Ну, он и когда проходил постоянно на остановку, там была секция армрестлинга. Вот, я захотел прийти в зал, просто научиться подтягиваться тогда еще. Потому что я всегда был большой, пузатенький, так скажем, с самого детства. Вот, и по итогу, вот, и меня затянуло, так скажем, в этот спорт. Потому что я параллельно видел, как ребята борются, мне само было интересно. Вот, поэтому я там остался, ты посиди. Так, второй вопрос же, от него не мешает ли лишний вес в обычной жизни? Знаете, наверное, обычному человеку, который просто набрал вес, он, наверное, бы мешал. А я с самого детства был не маленький. Я думаю, мне он сейчас сильно не мешает. Но все равно я над собой сейчас работаю. Больше хочу мышцы нарастить, нежели как бы живот убрать еще. Вот, и параллельно, то есть, у меня, я думаю, все получится. Пока у меня проблемы со здоровьем нет, в принципе. И третий вопрос, сюда, Ди Ваня. Как ты относишься к Армсумо? Вот на канале железного рейтинга, бывали, выходили, как они борются. Ну, Армсумо, видел, наверное? Да, да, видел, видел. Но я ни разу не боролся, и как-то с осторожностью отношусь к этому виду. Армсумо этому, потому что... Ну, странный вид. Да, да, для меня, ну, странный он еще. Может, в дальнейшем ему понравится, будет интересен, но сейчас я отношусь с осторожностью, наверное, к нему. Вопросы Данила Василенко. Какую амплитуду нужно выполнять движение? И хотелось бы узнать про тренировочный процесс, как он проходит. Ну, чтобы тренировочный процесс посмотреть, как он проходит, нужно полноценное видео снимать с полной амплитудой. Я, наверное, редко делаю. Я делаю все, что приближено к борьбе, как Виталия. В принципе, тренируется. У нас с ним особо тренировки не различаются. Только, наверное, я добавляю больше общих тренировок в зале. В принципе, вот и все, вся разница. А вот есть турецкие рукоборцы. Они, например, за год до соревнований делают все упражнения в полную амплитуду. Как начинаются ближе к соревнованиям, там, за месяц они сокращают углы. Как, например, к этому относишься? Не знаю, мне без разницы. Всегда лучше, да? Для меня лучше всегда бороться. Для меня всегда приоритет – это борьба за столом со спарринг-пордерами. Железо, оно есть железо, ты его тренируешь, качаешь, набираешь силу. Но ты не можешь, так скажем, добавить силовые показатели именно в борьбе. Если ты не умеешь бороться, то тебе никакие веса, в принципе, не помогут никогда. Третий вопрос у дяди Федора. Дима, что ты думаешь о Ираклисе Генашвили? Сильнее ли он тебя? И хотел ли бы ты с ним побороться? Ну, если он наберет вес еще туда, да, а как с легковесом, я с ним бороться не хочу, мне он не особо интересен. Мне он интересен, если только там будет, ну, хотя он уже набрал больше сотки. Ну, по-моему, 110 уже идет. Ну, да, если 110, то что, можно побороться. Набирает хорошо. А какая сила у него, я понятия не имею. Мне интересны такие спортсмены, как Гена Квиквинья, Ливан, Чаффи, Ларат. С другими я поборюсь только, если мне нормально денег предложат, в принципе. И я тогда с ним буду бороться. Вопрос от Димы Русева. Хотел ли бы ты еще раз побороться с Давидом Данитяном и на каком-нибудь турнире? Да нет, у меня никакого послевкусия не осталось, что я даже ему проиграл. Такого прям ярого желания с ним бороться у меня нет. У меня всегда левая рука, она, в принципе, была слабее. Я всегда на правой руке боролся лучше, чем на левой, нежели. Вот, поэтому нет, у меня нет желания такого с ним бороться. Если на соревнованиях встретимся все-таки, то почему бы и нет. Поборемся. Вопрос от Севен Дэя. Планирует ли Дима скидывать вес или ему комфорта в нем? Так, этот вопрос уже был. Дима планирует скидывать вес. Как его зовут, парни этого? Севен Дэя. Там никнейм такой. Здорово, Севен Дэй. Подпишись с нормальным ником, пожалуйста. И чувствуешь ли ты прибавку в силе с набором массы? Если вы физику изучали, то, наверное, у вас есть понимание, что если ты весишь больше, то и сил у тебя тоже будет больше. Это обычная закономерность жизненная. Профессор Лабутин спрашивает. Дима, что ты думаешь о перспективах Андрея Смаева в армбрестлинге? Кто такой Андрей Смаев? Давайте начнем с этого. Кто это такой вообще? Да это блогер его снимали. Ну, я его не знаю, ничего о нем сказать не могу. Скиньте ролики, я посмотрю про него. Армейсинг, понимаете, такой вид спорта. Вот ты придешь с пауэрлифтинга, там, с другого вида спорта, тебе будет казаться, что ты поборешься на руках там легко. Это то же самое, как и сейчас мне пойти куда-нибудь заниматься боксом. Мне нужны годы тренировок, чтобы там хоть как-то себя показать. И армейсинг, он тоже не исключение. Вопрос от Ивана Грозного. Каким видом спорта ты занимался в школьные годы? Я занимался баскетболом, волейболом, хоккеем. Перед тем, как армейсингом заняться, я очень много где тренировался. И боксом я занимался. То есть я всегда себя находил. В принципе, очень много ребят видов спорта у меня было. Где-то меня погнали, что я там бегать не могу нормально. Там, допустим, ну тот же волейбол я там занимался. Сказали, нет, Диман, это не твое. Да и самому мне особо интересно не было, в принципе, это. Вообще во сколько лет прошел, наверное, армейсинг? В 13 лет пришел. Вопрос от Элбана Дестракшена. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Блин, ребят, вы где такие нити находите? Эдвард, ты бесстрашный. Как познакомились с Виталием Валетином? Почему начал заниматься армейсингом? Ну, на второй вопрос уже ответил, Диман. С Виталием я познакомился, когда мы поехали на чемпионат Европы в Турции. Я по юниорам боролся тогда, а Виталий по мужикам выступал. Вот, тогда было наше первое знакомство. Вот, на протяжении уже сколько, 11-й год мы знакомы. Серж Арт спрашивает. Дима, сменил ли бы ты работу стоматолога на работу обнимателя панд? Ребят, ну, что стоматологом я не работаю уже давно, на протяжении 5 лет точно. Вот, я занимаюсь своим делом, так скажем, бизнесом, что ли, своего рода. Колесами занимаюсь различными и так далее. Обниматель панд, ну, если будут платить за такую работу, что ли? Я готов быть обнимателем панд. Он просто пишет, что Дима всегда так искренне обнимает соперников после поединга, что он и подумал, что, может быть, лучше сменить работу на обнимателя людей. Да нет, это просто уважение элементарное. Мы поборолись, у меня никакой ярости и зла к людям нет, в принципе. Поэтому я так свое уважение проявляю за столом. Вопрос от Константина Обгнеева. Насколько важен бок в армрестлинге? Ну, если ты смотришь, видишь, как я борюсь, то у меня, наверное, основное это боковое давление. Я считаю, что это очень важно, потому что ты когда-либо верхом борешься, либо в крюк, у тебя всегда боковое движение включается. Но без него тебе, в принципе, тяжело будет. Как с верховиком, так и с крюковиком, так и, в принципе, в армрестлинге тяжело будет тебе. Поэтому боковое давление имеет очень важное значение в армрестлинге. Вопрос от Игоря Володковича. Здорово, Игорь. Чего не хватило с Додикианом? И как близок был к победе над ним? С Додикианом, я думаю, надо подготовиться. Просто больше я всего два с половиной месяца готовился. Давид тоже сильный. Он сколько уже годами тренируется. Ну, и семикратный чемпион мира и Европы. Я думаю, он не просто так занял. Ну, мне нужно еще полгодика, и все, в принципе, там уже уйдите сами. Хоть и вы хейтеры, там не трещите, что у меня там живот большой и так далее. Сам факт, я результат показываю. Нравлюсь я вам на картинке или нет, я же не доллар какой-то, чтобы вам нравиться. Сам факт, есть результат, а остальное не важно. Чуть-чуть прокладываю. Вопрос от Репы. Какие упражнения делаешь? Количество подходов и повторений. Статика или динамика преобладает в тренировочном процессе? За все время я статику, можно сказать, вообще не тренировал никогда. Для меня статика – это борьба с Виталием Лалитином. У меня очень большой есть плюс в том, что у меня есть Виталик, понимаете? Когда ты борешься с ним, ты понимаешь, какой у тебя уровень, что ты вообще можешь. И, в принципе, у тебя сила растет гораздо быстрее, когда у тебя есть очень достойный спарринг-партнер. И еще при этом, который может показать тебе твои недостатки. Какие упражнения делаешь? База входит в свой тренировочный процесс? Да, база у меня именно в начале входит. А когда близится к соревнованиям, то я базу убираю и начинаю делать наши упражнения специфические. За сколько месяцев до соревнований? Да я убираю за полтора месяца. В обычной тренировке сколько входит упражнений для верха, к примеру? У меня подразделение идет. То есть у меня одна тренировка наверх, одна тренировка на бок и одна тренировка на крюк. И еще смешанная одна тренировка у меня бывает. Обычно в среднем около пяти упражнений именно по армейсингу за одну тренировку я делаю. Ну, например, это какие вот для верха? Ну, для верха, допустим, я делаю пронацию со свободным весом отведения. Делаю на луч гантели, условно говоря, на пальцы упражнения отдельные. У нас очень много ручек именно Мазуренковских. Друзья, скоро я запускаю продажу одних из самых качественных и прочных ручек для армейсинга, сделанных из нержавеющей стали на Красноярском заводе. Это гораздо лучше будет, чем большинство ручек, сделанных на 3D принтере. Подписывайтесь на страничку в Инстаграме и следите за новостями. Капелька различная там есть. Там много всяких. И в основном на блоке работы очень много для армейсинга. Сколько подходов и повторений? Ну, в среднем я делаю где-то 4 подхода. 4 подхода. Если силовая, то до 8 раз. Если динамика, то 12-15 раз. Так, вопрос от Тома. Дима, зачем ты делал упражнения на канале Железного Рейтинга? Разильно даже не натягивалась. Какой был толк от таких дрыганий? Как его зовут еще раз? Том. Том. Дрыгания называются старт тренировать. Если ты эти дрыгания поделаешь, ты сам поймешь, что они помогают. А если ты увидел, что там никаких натягиваний не было, там были натягивания. Посмотри, пожалуйста, внимательно. Вопрос от Сергея Олива. Если на чемпионате Чечни в абсолютке встретишься с Виталием, что будет? Его мнение, прогноз? Как я могу прогнозировать? Работа на тренировке и за столом, борьба на соревнованиях, это абсолютно разные вещи. Но я думаю, мы будем бороться с Виталием. Там не будет такого, что мы будем на показуху работать. Второй вопрос. Отношение к блокировке и дисквалу в спорте. За или против? И что в вашей жизни поменялось после этого? Да, у меня ничего в жизни не поменялось, в принципе. Я какие-то эти санкции даже не почувствовал. Я думаю, это сейчас все со временем пройдет, и мы также будем ездить выступать. Просто мы будем заряжать их с два ценники, чтобы мы будем выступать, условно говоря, в Турции. Кто, в принципе, нас сейчас никуда не зовет, мы просто будем увеличивать наши ценники, чтобы мы к ним поехали. Вот и все. Ну, он еще имел в виду про дисквалификацию фар. То, что фары пал, они враждуют. Да, мне без разницы, честно. Мне абсолютно так пофиг. Мне главное результат показывать, зарабатывать уже. И ничего больше мне особо не интересно. Ну, выиграть хочу там топовых спортсменов и все, чтобы мое имя куда более чаще звучало. И все. Третий вопрос от него же. Планы на следующий армфайт и вообще на будущее, кроме чемпионата Чечни? Да, у меня цель, я хочу сейчас просто дойти до уровня Львана и бороться на уровне с ним и с ребятами. Тоже, которые там рядышком. Вот я говорил про них. Это Чаффи, Квиквинья, Ларат. Ну, Ларат, я думаю, уже по силам будет. А вот Чаффи. Вот я думаю, Чаффи. Вот три спортсмена таких, которыми я хочу бороться. Вот Виталий, кстати, тоже хочет с Чаффи побороться. Да. Спрашивал у него. И четвертый вопрос от него же. Что ты думаешь про Акимба Батирова? Ой, Битарова, точнее. Это тиктокер, который? Ну, да. Да что, нормальный парень популяризирует наш вид спорта. Качает банки. Ну, он что же вроде чемпионата мира страны. Чемпион России, мира. Ну, вот. Поренером. Ну, вот. Сильный юниор. Вот какое мне мнение еще у него может быть. А, кстати, мне много задавали вопросов. Ты заборешь Акимба? Нет, ребята, я не заборю Акимба. Он очень жесткий. Вопрос от Отшельника. Хотел ли бы ты побороться с Ливаном? Это был бы топовый поединок. Ну, ты бы уже ответил, да, на этот вопрос? Ну, да, я бы хотел побороться, конечно. Но еще надо мне подготовиться на него. Но, как ни крути, он сейчас номер один в мире. И нужно много сил и средств, чтобы на него подготовиться. А вот какой твой прогноз, например, кто победит? Ливан или Ларат? Конечно, Ливан. Это просто шоу. Я не считаю Ларата каким-то суперсильным человеком. Он просто распиаренный сейчас. А по факту, ну, топовый среднячок он, я считаю. Вопрос от Дениса Терехева. С чем совмещать тренировку бока, если она есть? Какие топ-3 упражнения, по твоему мнению, на бок? Ну, если кто меня смотрит, я уже показывал упражнения на бок. Там Кразимир Костадинов отправил блок специальный. Мы там постоянно тренируем бочину. Ну, я по крайней мере точно. Через натяжку бок, обычный бок. Через ручки, лямки. То есть, все, что с этим связано. Вопрос от ОГС Мира. Как понять, что ты одарен в армрестлинге? Да никак ты это не поймешь, пока не начнешь тренироваться и выступать на соревнованиях. Если у тебя большая кисть, сильные связки, руки у тебя не болят, это главное труд. Ну, не то, что главное. Все равно, как ни крути, в спорте главная генетика. Потом уже труд идет. Ну, как же. Да просто по данным своим, посмотри физическим. Если у тебя большая лапа, сильные связки, то можешь бороться. Вот как ты считаешь, трудолюбие будет бить талант, генетику? Нет. Нет, не будет? Нет. Талант, а если вот генетически одаренный человек еще и трудолюбивый, то он всех перемочит вообще. А так, ну, трудолюбивый человек, он все равно, как бы, в любом случае будет добиваться успеха. Просто генетически одаренному нужно будет меньше времени на это. Ну, все, друзья, наше интервью подошло к концу. Спасибо вам большое, что вы задали вопросы, помогли с подборкой. Дима, спасибо тебе большое, что ты отреагировал, согласился взять интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!